Что общего у плавленного сыра и человеческой жизни? Почему время мягкое, а вода твердая? Постоянство памяти Сальвадора Дали Это довольно маленькое полотно. Его размер всего 24 на 33 сантиметра, но кто из вас его не видел? 1931 год. Юный и дерзкий Сальвадор Дали увлекся сюрреализмом и русской мигранткой Еленой Дьяконовой, больше известной как Гала. Пейзаж Спорт Легат уже был почти готов, но Дали все казалось, будто чего-то не хватает. Вечером Сальвадор с друзьями и Галой должны были идти в кино, но у художника не на шутку разыгралась мигрень. Компания поела сыра, после чего Дали решил остаться дома один. Он сидел и думал о природе мягкости, смотря на плавленый сыр. А затем вспомнил о недописанном пейзаже и представил часы, свисающие с оливы. Когда возлюбленная вернулась и увидела эту картину, она воскликнула. «Тот, кто хоть раз ее увидит, никогда не забудет». Да, звучит как одна из фраз Бэтмена. Итак, вот он. Известный пейзаж Дали. Первое, что приходит в голову, перед нами обложка альбома рок-группы. Рука так и тянется вписать туда надпись «Iron Maiden Sticks» или «Pink Floyd». Закройте глаза и прислушайтесь. Правда, идеальное сочетание. Картина кажется совершенно тихой, только тиканье часов и легкая музыка. Все вокруг безжизненно. Кажется, тут можно застыть на вечность и ничего не поменяется. Думаю, многие авторы вдохновлялись подобными произведениями. Хотя пейзаж и пустынный, он наполнен множеством деталей. На заднем плане мыс, находившийся неподалеку от родного города художника. Море ровное, как поверхность стекла. Нет ни единой волны. Тут оно олицетворяет вечность, которая бесконечна и по сути своей неизменчива. Чуть ближе яйцо, как символ жизни, этот образ будет еще много раз встречаться в картинах мастера. Ближе к нам зеркало. Подобно отполированному куску стали, оно врезается в картину. Что оно делает посреди пустыни? Предмет будто парит в воздухе. Принято считать, что это символ непостоянства, сочетания субъективного и объективного миров. Трое часов на картине означают прошлое, настоящее и будущее. А их мягкая форма указывает на то, как наша память деформирует события и меняет образы. Предмет с ровными и явно неестественными гранями напоминает стол. Он служит основой, из которой растет олива. Символ древней мудрости, которая увядает и растворяется в истории. Поэтому она изображена сухой. Этот объект в левом нижнем углу также является часами. Но то ли они лишены циферблата, то ли стрелки на них заменяются муравьями. Те будто поедают металл вместо гниющей плоти. Время скоротечно, а люди, подобно этим созданиям, лишь кишатся на его теле. Еще один странный объект в центре картины выглядит как полотенце, рубашка или одеяло. Это полная абстракция и в то же время визуальная иллюзия. Если присмотреться внимательнее, мы увидим голову Дали. Сам автор говорил, что поскольку рисовал картину под жуткой мигренью, все, чего ему хотелось, это спать. Сомкнутые ресницы явно выражают желание художника. А сон – это смерть объективного мира, и погружаясь в сознание, мы создаем собственную реальность. Картина стала самым известным произведением Сальвадора Дали, и, пожалуй, вторым, о чем вспоминают люди при произнесении его имени после шикарных усов. Как и в случае с картиной «Сын человеческий», о которой я уже делал видео, образ плотно вписался в массовую культуру и подарил множество пародий. Картину можно встретить в самых разных местах. Да что там, я сам впервые в жизни ее увидел в детстве на телефонной карточке для таксофонов. Напишите в комментариях свои первые воспоминания при встрече с этой картиной. Постоянство памяти говорит, как изменчиво время и мир вокруг, а единственное, что всегда будет с нами – это наши воспоминания. Но даже они склонны к деформации. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал Art Blanche, а также поставьте лайк этому видео и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не упустить новые видео. А также переходите в наш паблик, там очень много интересной информации о странных вещах из мира искусства. А у меня на этом все. Адьос! 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 Адьос!